Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Управда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Начнем с новости, которая является продолжением ситуации, произошедшей много дней назад. Напомним, в середине прошлой недели жители поселка Мостостроителей на Нижней Террасе встретились с руководством региона и озвучили насущных проблемах. Реакция губернатора была незамедлительной – разобраться в ситуации в максимально сжатые сроки. Спустя несколько дней, а если быть точным, то в воскресенье 1 декабря прошло заседание, где обсудили дальнейшие действия по благоустройству поселка. В Ульяновске прошло совещание по вопросам благоустройства поселка Мостостроителей в Заволжском районе города Ульяновска с участием жителей поселка. Его провел губернатор Сергей Морозов. Сейчас точно на этот вопрос никто не ответит, до тех пор пока не будет комплексный проект. Вот здесь в поручениях написано до 6-го числа провести проверку об основе выставления платы за жилищие и коммунальные условия, в том числе за начисление платы за отопление по всему поселку, там и одной управляющей компании, а другой. Здесь все это записано. За прошедшую неделю с момента визита губернатора в поселок полностью восстановлено освещение на улицах, отрегулировано движение пассажирского транспорта, выданы льготные удостоверения школьникам, которые обучаются в школе на нижней террасе. Завезена асфальтовая крошка для ремонта 500 метров дорожного покрытия. Приняли решение создать инициативную группу, которой пойдет депутат Ульяновск городской думы от партии «Единой России» Игорь Николаевич Буланов, старшие по домам и, соответственно, еженедельным режимом мы теперь будем встречаться в администрации Заловского района вместе с жителями, с инициативной группой, со старшими по домам, для того, чтобы на течение недели понять, какие вопросы решены, какие вопросы не решены. На сегодня один из первых вопросов – создание хоккейной коробки на футбольном стадионе. Первый выезд на место состоится в четверг, 5 декабря. В дальнейшем благоустройство поселка продолжится. Продолжим тему благоустройства, но на этот раз не отдельно взятого микрорайона, а артерии региона. Речь о дорогах. На развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в будущем году в региональном бюджете предусмотрено 6 миллиардов 717 миллионов рублей. На что именно будут потрачены эти деньги в материале Павла Полового. В 2020 году в Ульяновской области будет реализовано три федеральных проекта в рамках национального – безопасные и качественные автомобильные дороги. Финансирование предусмотрено за счет федерального и регионального бюджетов. По проекту «Дорожная сеть» в Ульяновске будет отремонтировано 20 километров автомобильных дорог. И это только малая часть всех работ, которые обязательно будут исполнены. Кроме того, общественный транспорт требует обновления. Стоимость одного вагона, это современный, комфортабельный трамвайный вагон, начинается от 45 миллионов рублей. Мы понимаем, что если 70 вагонов нам необходимо приобрести, то объем финансирования превышает 3 миллиарда рублей. Понятно, что для регионального бюджета, для бюджета города Ульяновска это очень-очень серьезный объем затрат. И, конечно же, реализовать такое мероприятие без федеральной поддержки будет затруднительно. Тем не менее, обновить транспорт удастся. В 20-х числах декабря выйдет постановление правительства о порядке предоставления регионам помощи на модернизацию общественного транспорта. Министерстве уже готовят документы, чтобы подать соответствующую заявку. Однако, несмотря на то, что бюджет области позволяет полностью решить в течение будущего года все задачи, не везде и не все так гладко. Ситуация в Дмитровграде уже давно вызывает недоумение у многих. Пока же мы видим только пикировки в соцсетях. Я уверен, что не этого ждали от избранного мэра нового господина Павленко. Даже в его посте было отмечено, что даже если муниципалитет не заложил, все это решается в рабочем порядке. Вот именно в этом рабочем порядке и нужно решать эти вопросы. Не заниматься политикастом. Все эти вещи отбросить на второй, третий, пятый план. А в интересах статичного города приложить максимум усилий. В бюджете города на ремонт дорог не заложено ни рубля. По восстановлению правительства любой муниципалитет должен заложить 30% своего бюджета на ремонт нужной дороги. Остальную сумму добавят из областного бюджета. Вчера я как министр обратился к губернатору для того, чтобы еще раз вернуться к вопросу по финансированной дорожной деятельности Димитровграде. И у нас в этом же постановлении правительства есть возможность по тем объектам, которые выполняются на основании поручений правительства Ульяновской области, увеличить объем софинансирования до 99%. Но нужно заложить хотя бы 1%, чего пока ни мэр, ни городская дума Димитровграда сделать не удосужились. Пока кто-то топчется на месте, другие идут вперед. На днях была подписана дорожная карта реализации развития экологически чистого транспорта в 73-м регионе. В нашем регионе мы вошли в десятку первых регионов России, где транспортно-молк, как стимулирующая мера к развитию электротранспорта, был обменен. И в частности, это было превентивный мера. Если еще дорожная карта не была подписана, а уже работа велась. Благодаря этой карте улучшится состояние экологии, на дорогах станет меньше шума. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улл Правда ТВ. Одним из элементов безопасных автомобильных дорог является ограждение. И следующая наша новость про ноу-хау. Началась эта история полтора года назад, когда Ульяновский завод металлоконструкция выкупил площади обанкротившегося механического завода номер 2. За это время на новой площадке не только налажено производство, но и создана собственная разработка – своебойная машина. Подробности у нашего корреспондента. Не хуже импортных аналогов, а адаптированная под российские суровые условия. В цехе сборки и сварки завода металлоконструкция разрабатывается первая отечественная своебойная машина для монтажа дорожных ограждений. Оборудование предназначено для забивания стоек дорожного ограждения, дорожных знаков и для монтажа солнечных панелей. До этого основными поставщиками машин являлись итальянцы, немцы и китайцы. Сооружать собственную своебойную самоходную установку начали в июне. Заслуга в разработке принадлежит замдиректору по развитию производства предприятия Роману Логинову. Вместе с работником он изучил рынок конкурентов и сделал принципиально новую машину как по качеству, так и по характеристикам. От импортного аналога она будет отличаться тем, что у нее будет гораздо меньше электроники, так как электроника, к сожалению, ломается достаточно быстро и обслуживать в наших условиях, в российских, особенно где ведут дорожные работы, не получается. Первое. Второе. Мы под нее специально заказали на Минском моторном заводе двигатель, который адаптирован под нашу всеядную солярку. В отечественной своебойной конструкции отличается межсервисный интервал. Не придется менять масло через 100 или 200 часов. Работать в один заход двигатель сможет не менее 1000 моточасов. Кроме того, своебойная машина российского производства дешевле на 25%, в то время как цена импортного аналога достигает 7 миллионов рублей. Сейчас установка проходит последние доработки. Испытывать первый образец планируют в начале следующего года на Волжском мосту. В дальнейшем мы будем увеличивать модельный ряд. То есть это будет не только забивальная машина, это будет и бурильная оборудование и так далее. И оно пойдет не только для дорожной отрасли, но также и для газо-нефтяного сектора. В планах выпускать порядка 20 своебойных машин для монтажа дорожных ограждений в год. Новую продукцию планируют поставлять и за рубеж. У нас же есть и российская филиальная сеть, это 12 филиалов. И есть зарубежная сеть из 13 филиалов. Это дает нам большие возможности по сбыту. Соответственно, мы просто добавляем новые продукты и также в этих сетях реализуем. Завод входит в число крупнейших предприятий Ульяновской области. В 2015 году завод внесен Минпромторгом Российской Федерации в перечень предприятий, влияющих на экономику страны. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. И в завершение дорожно-транспортной темы. Если быть точнее, то взгляд в недалекое будущее, которое наступает уже сегодня. Речь об электромобилях. Если в начале года в Ульяновской области их было всего лишь 7, то сейчас количество выросло до 23. В регионе нацелены развивать инфраструктуру для этого экологически чистого транспорта. Соответствующий документ подписал губернатор еще в конце ноября на одном из заседаний правительства. Так, в 2020 году в регионе появится 10 зарядных станций для электромобилей. Зеленую тематику продолжит Рината Алиулова. От классического автомобиля экотранспорт мало чем отличается. У автомобиля нет коробки передач, отсутствуют шум мотора и нет запаха ухлопных газов. Средний ценник такого автомобиля по России 800 тысяч рублей. Зеленый автомобиль не нуждается в ремонте и обслуживании двигателей внутреннего сгорания. Здесь отсутствуют масла, ремни и прочие атрибуты классического двигателя. При необходимости нужна только замена масла в редукторе. Житель Ульяновска Дмитрий Ванюшин за прошлый год благодаря электромобилю сэкономил 100 тысяч рублей. До этого 8 лет мужчина колесил за ремом автомобиля с гибридным двигателем. В поисках еще больше выгоды год назад Дмитрий пересел уже на нынешнюю машину. Автолюбители привлекла экологическая составляющая транспорта. Отмечают владелец электромобилей вопреки всем слухам и прекрасное поведение машины зимой. Да, немножечко уменьшается запас хода. Где-то процентов на 25-30. То есть если конкретно к этому модели обращаться, это Nissan Leaf 2015 года. Фактически это предыдущее поколение электромобилей. В тот момент запас хода 150 километров. Зимой он опускается до 20-105, где-то так, около сотни. Заряжается автомобиль от обычной розетки с помощью трехметрового кабеля. Показатели заряда всегда видны на экране в салоне автомобиля. Поэтому владельцу легко понять, когда машине нужно подкрепиться. Весь процесс зарядки занимает от 4 до 8 часов. А итог потребляемой энергии приходит ежемесячно в платежке отдельной строкой. Как бы понимание цифр в среднем в день это около 50 киловатт, в зависимости от тарифа. То есть если это дневной тариф, это 200 рублей. Если это ночной тариф, это, соответственно, в два раза дешевле, там около 100 рублей, а то и меньше. Но в средней цифре за год получается около 54 копейки за километр. То есть те 20 с лишним тысяч в год, которые я проезжаю, 54 копейки километра. Евгений Вершинин, владелец электромобиля нового поколения, который без подзарядки может проехать от 250 километров и выше. Это уже его второй по счету экотранспорт. На своей экологически чистой машине мужчин успел поездить по городам. Бывало, что в дороге аккумулятор полностью разряжался. Но это не страшно, уверяет автолюбитель. Я в пути подзаряжался на обычных автозаправочных станциях. Я просто просил предоставить мне обычную розетку и подзаряжался. Но если совсем безвыходные ситуации, то можно просто попросить попутные автомобили взять на трос. А чудо электромобиля в том, что когда он едет на тросе, так он еще сам себя заряжает. В регионе существуют зарядные станции, но, как правило, доступ к ним ограничен. В ноябре губернатор подписал дорожную карту, которая входит в строительство зарядных станций. Таким образом, через пять лет в области появится 24 быстрых зарядных станций, около 240 медленных. Сегодня для владельцев автомобили с электродвигателем утверждены льготы по транспортному налогу. Мы предлагаем обратиться в правительство Российской Федерации с предложением об отмене ввозных таможенных пошли на данные автомобили, что, конечно же, значительно позволит снизить стоимость электромобилей. Сегодня практически каждый крупный производитель автомобилей в мире либо выпускает электротранспорт, либо планирует включить линейку в ближайшие два года. В этом году крупное производство машин, заряжающихся от розетки, запустил Volkswagen. Согласно статистике, к 2040 году более 30% всех автомобилей в мире будет на электрической тяге. Ринат Альгулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. К новостям экономики. В Ульяновской области на этой неделе прошел бизнес-форум «Деловой климат в России». Ежегодно в нем принимает участие более 2000 участников из разных регионов страны и зарубежья. В первый день прошел молодежный предпринимательский форум, где бизнесмены поделились со школьниками и студентами историями успеха и секретами становления своего дела. На дискуссионной площадке «Региональная предпринимательская инициатива» подвели итоги 2019 года, а бизнес-сообщество озвучило предложение по улучшению деловой среды. Краткий обзор о мероприятии в материале Виктории Черковой. Наградить лучших и обсудить деловые стратегии. В Ульянске стартовал 11-й бизнес-форум «Деловой климат в России». На мероприятии собрались известные коммерсанты. Не обошлось и без первых лиц Ульяновской области. Глава Кабмина Александр Смекалин рассказал о пользе этого форума. Самое главное, что здесь налаживаются связи, осуществляются коммуникации, выстраиваются контакты, которые в дальнейшем позволяют создавать много-много чего хорошего, полезного, доброго. Позволяют развиваться каждому. Как известно, область держится на инвесторах, а предприятия – на инженерах. На форуме собрались победители регионального конкурса для одаренных технарей и толковых руководителей. Победители премировал Александр Смекалин. Звание инженер года получил Антон Юсупов, научный сотрудник Института атомных реакторов. Победа в конкурсе далась ему легко. Всегда приятно, когда твою работу оценивают, когда твою работу замечают. И, собственно, почему нет? Я подал заявку и победил. Инвестором года стал Александр Киселев, директор фабрики по производству кормов. Он и его команда разработали проект Центра по изучению питания домашних животных. Воплотили его в жизнь и не прогадали. Мы инвестировали порядка 400 миллионов рублей. И, естественно, завершили проект. В прошлом году мы открыли его торжественно с участием губернатора Львовской области Сергея Ивановича Морозова. Бизнес-форум будет проходить в течение двух дней. Программа ожидается насыщенная. Для участников пройдут тренинги, круглые столы и тематические площадки. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды.ТВ. В рамках бизнес-форума в пространстве «Точка кипения» провели дискуссионную площадку на тему развития моногородов. В Ульяновской области статус монопрофильных населенных пунктов имеет четыре территории. Города Димитровград, Инзаново-Ульяновск и рабочий поселок Силикатный. В каждом монопрофильном населенном пункте сформирована своя собственная проектная команда, занимающаяся их стратегическим развитием. Кроме того, на встрече подписали выгодный контракт. Подробности в нашем сюжете. В Ульяновской области начнет действовать индустриальный парк «Октябрьский». Соглашение о софинансировании строительства парка в Чердаклинском районе подписали на бизнес-форуме «Деловой климат в России». Свои подписи в документе поставили глава администрации Мария Шпак и исполняющая обязанности министра цифровой экономики Николай Зонтов. Промышленная зона предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса. Уже хорошо себя зарекомендовал индустриальный парк «За Болжье». Особая экономическая зона, которая расположена в Чердаклинском районе, но они в основном размещают на своих площадках крупных инвесторов. А небольшие инвесторы с объемом инвестиций 15-20 миллионов, они, к сожалению, не могут приземлиться на этих зонах, потому что просто они не совсем вписываются в формат этих индустриальных парков. И поэтому нашим районам было принято решение о выделении земельного участка на первом этапе 26 гектаров земли, для того, чтобы приходили такие небольшие инвесторы, субъекты малого и среднего предпринимательства и развивали свой бизнес на территории нашего Чердаклинского района. Четыре резидента уже заявили желание разместиться в парке. Это тепличный комплекс предприятия, занимающийся разведением рыб в закрытых бассейнах, а также компания по производству металлоконструкций. Еще четыре проекта находятся в проработке. Новый индустриальный парк расположен недалеко от поселка Октябрьский. Рядом железнодорожная станция и трасса Ульяновск-Самара. Строительство инфраструктуры парка будет осуществляться через федеральную программу развития сельских территорий. Работа начнется уже в следующем году. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Получить азы предпринимательской деятельности и реализовать свои бизнес-идеи предлагают людям с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы уникальной образовательной сессии. Проект «Пара-предприниматель. Больше чем спорт» – часть национальной программы. Развитие предпринимательства. На бизнес-форуме «Деловой климат в России», который проходил в Ульяновске, подвели итоги и наградили победителей образовательной сессии. Ограниченность здоровья дает им большую безграничность в творчестве и идеях. Это из раза в раз доказывает участники образовательной сессии. «Пара-предпринимательства. Больше чем спорт». На одной из площадок бизнес-форума «Деловой климат в России», который в эти дни проходит в Ульяновске, подвели итоги третьей по счету сессии. Проект в нашем регионе реализуется с 2016 года. Если первыми его участниками были 13 человек, то в этом году предпринимателями решили стать 30 жителей области. В течение трех месяцев слушатели курса проходили мастер-классы, тренинги и посещали ульяновские предприятия. Ведущие специалисты той или иной области помогали определиться будущим предпринимателям, с нишей, знакомили с законами маркетинга, показывали и рассказывали, как лучше всего организовать бизнес и учили ораторскому искусству. Это очень эмоциональное мероприятие, потому что здесь нет поддельных эмоций. Здесь правда то, что я иду, я делаю, что могу, и тем самым развиваюсь и помогаю развиваться другим. Участник курса Алексей Агеев признается, за новыми знаниями ездил из старой Майны в Ульяновск, невзирая на погоду и недомогание. Молодой человек – охотник за живыми эмоциями людей. Фотографирует на фоне природы, без ретуши и постановочных кадров. Мне всегда нравилось искусство, но рисовать я не научился, может быть, потому что не подпитали талант к этому искусству, но запечатлять красивые кадры. Мне хотелось просто передавать красоту, которую я вижу. Поэтому я просто за проект смог, наверное, научиться структурировать свои желания для реализации целей. Прежде чем приступить к главной части награждения победителей паропредпринимателей, участники конференции обсудили преференции при открытии бизнеса, те возможности, которые дают банки и другие структуры, например, кредит без бумаг и беспроцентные ставки. Организаторы образовательной сестии выступили с инициативой проведения в Ульяновске фестиваля паропредпринимательства. И мы готовы, министерство готово предложить учреждения. Мы выберем у Санвера вместе, чтобы была и доступность хорошая в плане транспортной доступности, и возможность было посмотреть какие-то организации предприятия для того, чтобы этот фестиваль провести. Победителем проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году стал Андрей Кузнецов. Парень увлекается видеомонтажом и хочет организовать собственную студию. Помимо поздравлений, начинающий предприниматель получил грант – почти 200 тысяч рублей на реализацию собственного дела. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Новости с города Атомщиков. Внеочередное заседание городской думы Димитровграда было собрано в середине недели. В повестке дня стояло всего три вопроса. Один из них – корректировка бюджета города на следующий год. Что приняли депутаты Димитровграда в материале наших коллег из Димитровграда-24? В заседании приняло участие всего 19 народных избранников. Видимо, решение в очередном заседании думы приняли в торопях, и некоторые из депутатов попросту не смогли принять в нем участие. Первым вопросом рассмотрели корректировку бюджета на 2019 год. Доходная и расходная часть бюджета города Димитровграда увеличена на 74 миллиона 761 тысячи. В том числе по налоговым и неналоговым доходам за счет штрафов увеличено на 4 миллиона 683 тысячи. Эти средства будут направлены на уплату административных штрафов, предусмотренных статьей 2025 административного кодекса. Еще 70 миллионов в город придет из регионального бюджета. Данные деньги будут распределены на выплаты заклад бюджетникам, на питание определенных категорий учащихся, ремонт и аренду муниципальных зданий. Вопрос о корректировке был принят большинством голосов. А вот следующий посеял большую смуту среди депутатов. Дело в том, что в спешке и при странных обстоятельствах народным избранникам предложили вернуться к старой схеме выборов, где 15 депутатов будут одномандатниками и еще 15 списочниками. Данное предложение вызвало много споров и вопросов. Мы даже собираем внеочередное заседание. В чем срочность? У нас что, срочно куча заявлений пришла от населения, что ли? Мы какие-то фокус-группы повели. Или, знаете, обычно, когда вопрос срочно собирается, а что случается? Или в СМИ подняли жуми, вот срочно хотим 15, а не 10. Что-то подобное было? Да нет, ничего не было. Разумеется, обратил внимание Сергея Королев и на то, что расширение списка именно депутатов, избранных по единому избирательному округу, негативно скажется на работе с населением всей Думы. Давайте тут друг друга не обманывать и население не обманывать. По списку мы обрали, сами видим, кого. У нас некоторые даже в городе не живут. В городе не живут. Каких чайных народ они могут знать? Что они могут делать? А есть такие яркие представители, которые живут в деревнях, в наличии денег, получили судимость, то есть мы такие хотим набрать, да? В свою очередь, Реваль Салихов также был против введения новой системы, поскольку на депутатов сразу возрастет нагрузка, так как округа увеличится, а количество депутатов сократится. Сейчас, получается, как? У нас 15 округов станет, округа увеличится, соответственно. Поэтому, как бы, работа станет больше. Эффективность, возможно, упадет. Это я говорю, как работающий депутат, я поняла, о чем я говорю, потому что нагрузка, она увеличится сразу. Я думаю, вы все согласитесь с этим. Робкие возражения депутатов от КПРФ о том, что неважно, кто депутат, списочник или одномандатник, были разбиты еще одним доводом. Теперь уже от прокуратуры. Мне очень понравилась фраза депутата Хрючкова, который сказал, что дело, наверное, все-таки не... Ну, я не дословно, как я понял. Дело не в партиях, а в людях, которые работают на том или ином участке. Честно говоря, всегда, когда мы говорим об изменениях документа, мы смотрим на основания. А на основания они изложены в преамбуле. К сожалению, да, требования закона здесь изложены. Но что все-таки послужило основанием для внесения именно этих изменений, я не увидел. Сразу после этого было объявлено голосование. Итогом стало 11 за, двое против, при шести воздержавшихся. Решение не было принято. Третий вопрос о назначении публичных слушаний, связанных с изменениями в уставе города, не был рассмотрен, так как сами поправки не были приняты депутатами. Эмран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Тимград-24. Специально для Управда ТВ. Продолжаем мы официальную тему. 1 декабря в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева личный прием граждан провел губернатор Сергей Морозов. Жители обратились к главе региона с наболевшими проблемами. Какие темы волновали ульяновцев, расскажет Ирина Антонова. Несмотря на то, что 1 декабря был выходным днем, в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева было многолюдно. В свою очередь на прием, который проводил глава региона Сергей Морозов, ждали жители области из разных муниципальных образований. Их волновали вопросы реновации жилья, ремонта дорожного комплекса, обеспечения социальной активности людей пенсионного возраста и социальной поддержки детей-инвалидов. В первую очередь Сергей Морозов рассмотрел два обращения о переселении из аварийных многоквартирных домов. Я имею поручение от руководителя нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева встретиться с вами, обсудить ваш вопрос и найти решение для того, чтобы потом либо самому лично, либо Марине Павловне попросим, она будет в Москве работать, чтобы она встречалась с Медведевым и рассказала о нашей встрече. В ходе приема глава региона лично вручил жительнице Ульяновского района Татьяне Боровой, ветерану труда 1941 года рождения, ключи от новой квартиры. Дом у нас на переселении. Вышивку переселяют нас. К Новому году уже готовые квартиры. Понравились, хорошие. Мне очень понравилось. Я хоть под старостью лет, на 78 лет, 79, получаю хорошую квартиру. Глава региона дал поручение руководству района оказать содействие в переезде и оборудовании квартиры. В целом, в Ульяновском районе к концу года будут расселены из аварийного и ветхого жилья 38 семей. В настоящий момент уже все квартиры расконтрактованы. И к концу декабря те граждане, которые решили переселиться в новые квартиры, будут переселены. Квартиры, те, которые приняли решение о получении денежной компенсации, будут выплачены денежные компенсации. Вторая заявительница, чей дом пострадал в результате пожара в Сенгелеевском районе, сможет переехать в новую квартиру в поселке Цензавод уже во втором полугодии 2020 года. Тогда будет сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе переселения из аварийных многоквартирных жилых домов. При содействии губернатора также был решен очень важный вопрос жителей села Заречное Барышского района о проведении ремонта двух мостовых переходов через Свиягу. Чтобы дети прошли в школу, они должны эти два моста пройти. И эти два моста проходим, чтобы мы пройти ко всем социальным службам. Это медпункт, магазин, почта, клуб, сберкасса. Вот через эти два моста. Через улицу Свиярская мост. Это вообще один единственный путь, который нас связывает вообще с селом. Если этот мост у нас во время половодия уплывет, то мы вообще будем отрезаны. Мы вообще в село никак не можем, если только на вертолете. По информации специалистов профильного ведомства, на ремонт сооружений требуется более 7,5 миллионов рублей. В ходе приема глава региона распорядился изыскать в областном бюджете средства и до 1 июля 2020 года провести капитальный ремонт одного моста. Кроме того, уже на следующей неделе дорожные службы должны приступить к сооружению временной переправы. Еще одно обращение касалось помощи в реабилитации трехлетней Софьи, страдающей онкологическим заболеванием. Девочка проходит сложное лечение в Москве, которое требует проживания в столице в течение длительного периода. Губернатор распорядился взять семью на особый контроль и составить план финансовой помощи в соответствии с рекомендациями лечащих врачей. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Оллправда ТВ. К социальным новостям. Начнем со здравоохранения. Ульяновская медицина стала быстрее и дело совсем не в отсутствии или наличии очередей. В рамках нацпроекта здравоохранения Ульяновская областная больница впервые получила 80 новых автоматизированных рабочих мест. О том, как это ускорило процесс постановки диагноза и как это позволило оказывать квалифицированную медицинскую помощь на расстоянии, расскажет Павел Половов. Ульяновскую медицину дооснащают по последнему слову техники. Действует региональная программа для создания единого цифрового контура. Зачем это нужно? Дело в том, что при многих заболеваниях время, отведенное природой на оказание помощи, исчисляется десятками минут. Что делать пациенту, которому случилось заболеть где-то в отдаленном уголке региона? Теперь ответ есть. Туда ехать три часа, туда три часа обратно. Для того, чтобы проконсультировать, достаточно за две минуты скинуть снимки в ПАКС-архив, и вы буквально на компьютере на своей станции уже могу открыть эти снимки и самостоятельно их посмотреть и принять решение, нужно ли делать человеку операцию или не нужно. Потому что в этих случаях, например, происходит инсульт, время уже идет на минуты и часы. Это не значит, что цифровизация нужна только тем, кто далек от областного центра. Она экономит время и горожанам. Я проходила медосмотр в медпрофе, пошла на флюорографию. Мне сделали снимок и сразу же мне его отдали. Мне нужно было идти за результатом. Это очень удобно. А если исследования проводят в самой областной больнице, все еще быстрее. Причем не только касаемо снимков. Здесь речь идет уже обо всем многообразии анализов. Лабораторная служба областной больницы, она оснащена лабораторной инфрационной системой, которая интегрирована с медицинской инфрационной системой. И для полноценной работы этих двух систем все рабочие места нашей лаборатории, они автоматизируют. С данной анализы исследует спецтехника. Далее результаты проверяет специалист, и они уходят прямо на рабочее место врача. То есть вам не надо просить бумажечку с вашими результатами анализа. Не нужно ходить, все происходит быстро. Однако автоматы не исключают человеческой работы. Проблемная какая-то легоформула, мы ее считаем, читаем на микротерминале. И это потом отправляется на мой компьютер, в который я с утра ввожу свой код, и высвечивается моя фамилия. И это потом мы распечатываем, уже готовый анализ с моей фамилией и с исправленными какими-то, с тем, с чем я не согласилась с анализатором. Потому что анализатор – это все равно машина. Машины еще пока многого не знают. Автоматизация позволяет провести лабораторные исследования быстрее, но это не снимает ответственности с врача, который при помощи анализатора их проводит. Единый цифровой контур в здравоохранении помогает объединить усилия, убрать транспортные расходы, сократить время. То есть в целом делает систему гораздо эффективнее. У нас реализуется региональный проект создания единого цифрового контура в здравоохранении на основании единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В рамках этого проекта планируется дооснащение медицинских организаций компьютерным, телекоммуникационным оборудованием. В частности, закупкой новых компьютеров, оснащение ими медицинских работников. В этом году у нас закуплено уже 1451 рабочее место. На следующий год запланировано еще приобретение 4000 компьютеров, которые будут у нас пущены на замену и в то же время на дооснащение. Смысл всех этих мероприятий – связать в единую сеть все больницы и кабинеты врачей. Создать общую базу данных, где быстро можно было бы посмотреть динамику развития болезни. Быстро посоветоваться с коллегой, принять решение об экстренной операции. Все это поможет нашей медицине стать по-настоящему современной и доступной, по-настоящему экстренной. Техника никогда не сможет заменить человека. Она нужна для того, чтобы сделать его труд эффективным. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улл Правды ТВ. На стыке культуры и социальной защиты в Литературном музее Дом Языковых состоялась презентация оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретенного по программе «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области». Мероприятие прошло в рамках декады инвалидов. Слово Ирине Антоновой. В рамках реализации национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, Литературный музей стал первым в регионе учреждением культуры, где появился набор оборудования для слабовидящих людей и с нарушениями двигательной активности. Мы не можем взять, допустим, какие-то вещи, которые помогают в медицинских целях или в каких-то других. Мы можем взять только те вещи, которые помогают в социальной реабилитации прежде всего. Это мы взяли световые столы для рисования песком и для рисования на воде. И самое интересное, то, что мы взяли в этот раз, это создание мультистудии. Мы решили сделать мультистудию, потому что для многих детей с ограниченными возможностями здоровья это такой шанс для работы, в принципе. Сенсорные и световые столы для рисования, аудиогиды с клавиатурой, имеющей шрифт Брайля, мольберты и мультстанки для создания анимации. Новое оборудование презентовала сотрудник музея Анастасия Кудряшова. Первыми все на себе испытали журналисты. Нам показали, как нужно рисовать песком на специальном экране с подсветкой. А затем научили работать в технике Эбро – турецкое искусство рисования. В результате получились очень красочные узоры. Журналистам продемонстрировали и процесс создания мультфильмов. Сотрудники музея планируют на новом оборудовании создать с детьми познавательный фильм про девочку Дашу, которая по перьям будет узнавать про разных птиц, живущих в Ульяновской области. Им в этом готов помочь Краеведческий музей. Заведующий музеем отметил, что новое оборудование закуплено на сумму 360 тысяч рублей на средства из федерального и областного бюджетов. В следующем году планируется приобрести для музея оборудование еще на 260 тысяч рублей. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В областном центре подвели итоги 8-го открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», который проходил с 25 ноября по 1 декабря. Грамоты и подарки получили участники соревнований в 40 номинациях. Подробности у Натальи Чумаченко. Лучших поваров, фармацевтов, инженеров и техников чествовали в рамках закрытия 8-го регионального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Церемония награждения победителей в 40 номинациях прошла во Дворце творчества детей и молодежи. Атмосфера в зале царила праздничная. Народу было много, поскольку присутствовали не только участники соревнований, но и гости мероприятия. Вот уже восьмой раз на Ульяновской земле проходит региональный чемпионат. В этом году мы пригласили гостей из других регионов. У нас участвовали Республика Мариэл, Свердловская область, Московская область. Региональный этап чемпионата проходил с 25 ноября по 1 декабря, участниками которого стали более 300 человек, а партнерами более 40 предприятий. Состязания были организованы на нескольких областных площадках по 26 компетенциям. Среди них веб-дизайн, разработка, дошкольное воспитание, инженерный дизайн, кондитерское дело, лабораторный медицинский анализ, сварочные технологии, спортфитнес и другие. Как подтвердили участники чемпионата, уровень заданий по каждой рабочей профессии был максимально сложный. Поэтому ребята прилагали все свои усилия, чтобы стать лучшими. Конкурс был реально очень сложный. То есть и подготовка у нас к нему была тоже, естественно, сложная. Но перед конкурсом и перед самой подготовкой волнение, естественно, присутствовали. Когда я увидел задание, первое мое впечатление было, а, что, как это сделать? Но все вышло очень хорошо, достаточно. Потом получилось так, что эксперты, когда судили меня, то есть сказали, что у тебя очень хорошая деталька. Мне было очень приятно, когда меня похвалили. Кроме того, впервые в Ульяновской области в рамках регионального чемпионата прошли состязания по направлению навыки мудрых среди лиц 50 лет и старше, а также соревнования среди юниоров. Как отметили организаторы, победители в 26 компетенциях, а это более 30 человек, войдут в региональную сборную. Областная команда молодых профессионалов примет участие в отборочных соревнованиях финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости УправДТВ. Немного о праздниках и торжествах. Аграрии в Ульяновской области честовали на прошедших выходных. Работников сельского хозяйства наградили памятными подарками, грамотами и дипломами, а также подвели итоги уборочной кампании и наметили планы на следующий сельскохозяйственный год. Эти люди в прямом смысле слова кормят всех нас. Речь идет о работниках сельского хозяйства. В Ульяновске честовали всех, кто трудится в сфере перерабатывающей промышленности. В Ульяновской области есть чем гордиться. Регион входит в тридцатку лучших субъектов России, урожай зерна которых превышает миллион. Если быть точным, то в этом году урожай зерна составляет 1 миллион 239 тысяч тонн. Цифра, по словам аграриев, не такая рекордная, как в прошлом году, но вполне приличная. Хватит и себе, и на продажу. В общей сложности налоговые поступления, которые идут по отрасли сельского хозяйства, здесь мы, конечно, рассматриваем и сельское хозяйство, и пищевую перерабатывающую отрасль, и торговлю. В общей сложности концентрированный бюджет налогов поступило порядка 20 миллиардов рублей, из которых в том числе немаловажный фактор – это акциз на пиво, порядка 12 миллиардов рублей. Сельхоз товаропроизводители признаются – 2019-й выдался продуктивным. Например, валовый надой молока увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. В этом году мы уверены, что закроем год с показателями 9200 литров килограмм на дойную голову и с общей валовкой 10 тысяч тонн. Скажу, что это небывалый результат для нашего предприятия на сегодняшний день, но на этом мы не останавливаемся. Год у нас прошел хорошо, убрали хороший урожай, погода помогла, убрали и пшеницу, и семечку, все сухое. Сейчас готовимся, начинаем выпускать подсолнечное масло. Аграрный сектор – одна из базовых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни людей. Сегодня отрасль уверенно развивается и наращивает объемы производства. По словам Михаила Семенкина, в 2020 году бюджет отрасли составит порядка 4 миллиардов рублей. Труженьков села поздравил губернатор Сергей Морозов. За все 15 лет работы губернатором вы меня не подвели и уж тем более не предали. И я старался верой и правдой вам служить. Позвольте вам низко поклониться за это, пожелать вам успехов. И в следующий год, заверите вас, он будет еще более интересен. И, несомненно, мы вместе с Михаилом Ивановичем, вместе с Александром Ильичем Чепухиным, который возглавляет бюджетный комитет, сделаем, чтобы и денег у вас было больше, и, главное, у вас было меньше. Не остались виновники торжества и без подарков. Особо отличившимся ульяновцам вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки губернатора за трудовую доблесть. Лучшим механизатором этого года объявили Илью Ганчева из Новоспасского района. Губернатор вручил ему ключи от новенького УАЗика. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Уллправда ТВ. 3 декабря юристы всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Праздник этот молодой был установлен в 2008 году указом президента Российской Федерации. Необходимо отметить, что до него в России не было единого общего праздника для юристов. В этот день поздравления получают все те, кто занимается разнообразной профессиональной юридической деятельностью. О том, какое мероприятие прошло накануне праздника, расскажет Наталья Чумаченко. Ежегодный день юристов в России отмечают 3 декабря. В преддверии праздника прошло торжественное мероприятие в зале Дворянского собрания Главной библиотеки области. В торжественной обстановке вручили 39 региональных наград. Специалисты юридических бюро, налоговой службы, судебных приставов и правоохранительных органов получили подарки и слова благодарности за хорошие показатели в работе и выслугу лет в профессии. В органах прокуратуры и Следственного комитета я работаю уже 13 лет. За время службы, конечно, много было различных случаев, интересных и сложных. В первую очередь, Следственный комитет занимается восстановлением нарушенных прав граждан. В конце встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между губернатором, председателем регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России Сергеем Морозовым и председателем общественного движения в защиту прав потребителей Александром Брашко. Я считаю, что и региональное отделение объединения потребителей России в Ульяновской области, и Ассоциация юристов, и Государственное юридическое бюро, конечно же, совместными усилиями смогут выстроить эффективную систему защиты. Именно ту, о которой говорится стратегия по защите прав потребителей, и именно ту модель, которая предусмотрена поручениями, которые сформированы по результатам проведенного Государственного совета по вопросам защиты прав потребителей. Напомним, сегодня в регионе ведется большая работа по защите прав потребителей. Создан специальный отдел в Государственном юридическом бюро, открыты окна помощи гражданам в многих национальных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг, проводятся единые дни бесплатной юридической помощи людям во всех муниципалитетах. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. А теперь немного о празднике предстоящем, о Новом Годе. Точнее, об украшениях для города. В Ульяновске обсудили ход подготовки к праздничным мероприятиям, новогодние украшения улиц, работа управляющих компаний по оформлению дворов, а также участие бизнеса в этом процессе. С началом зимы в Ульяновске стартовала новогодняя кампания. В парках уже начались тематические мероприятия, объявлены конкурсы и розыгрыши. В парке Победы, например, уже готовятся заливать каток на полторы тысячи квадратных метров, закупают новый световой потолок. Праздничное настроение ульяновцам создают в торговых центрах, где уже всё готово к празднованию Нового года. На центральных улицах города также начинают устанавливать новогодние фигуры и гирлянды. 21 числа открываются уже ёлочки в каждом парке. Одновременно идёт у нас открытие в 12 часов. И 25 планируется открытие главной ёлки нашей губернии. Это уже площадь Соборная. И, конечно, здесь мы уже планируем такие массовые, большие развлекательные программы. На Соборной площади установят новые фотозоны и световые фигуры. Одна из них – книга с логотипом «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». По традиции, 25 декабря пройдёт парад Дедов Морозов и Снегурочек. Правда, в этот раз участники проследуют с площади Ленина на Соборную, чтобы не перекрывать улицы города. «Наша задача – вовлечь население, создать настроение яркое, праздничное. Не только 31-го бабахнуть салюты и всё на этом. А каждый день события, праздник, яркие вещи, вовлечение людей, тосы, старших по домам и так далее. Вот что нужно». Главная задача городоначальников, по мнению губернатора и профильного министра, создать новогоднее настроение не только на центральных улицах, но и во всех районах города и области. В том числе обратить внимание на украшения многоквартирных домов и частного сектора. «У каждой управляющей компании, если уж не в каждом микрорайоне, то точно в микрорайоне должно то же самое быть. Чтобы они не сидели в стороне и не думали о том, что их вся зона ответственности, только центральный плащ, чтобы губернатор из окна видел, как пляж танцует. Ничего подобного». Известно, что новогодний городок установят на университетской набережной. По традиции зальют каток возле главного корпуса Улгум, поставят украшенную ёлку, а подъезды домов микрорайона украсят гирляндами. «В группе компании «Аметист» будут установлены ёлки по Невскому, по генералу Мельникову, два адреса, три по Невскому, на Ефремово, на Камышинской, Ливаново, Илюшино, Рябиково, Самарское, Шомово, Юкурново, Хашимина». Было дано поручение обсудить с управляющими компаниями не только установку ёлок, но и украшение подъездов, домов, проведение праздничных семейных мероприятий, заливку и оформление хоккейных коробок. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. От благоустройства городской среды к благоустройству природных объектов, а именно родников. В этом году привели в порядок 27 источников в разных районах области. Наша съёмочная группа побывала на трёх родниках в Чердоклинском и Старомайском районах. Подробности у Натальи Чумаченко. В село Старое Рождествено Старомайского района наша съёмочная группа добиралась пару часов. Сначала на машине, потом ещё несколько километров пешим ходом вдоль заснеженного склона и болотной местности. Дорога оказалась труднопроходимая, да ещё и завалена снегом, выпавшим накануне. Поэтому гостей сопровождали гиды из числа местных жителей. Большие усилия были приложены, чтобы попасть на родник, который старожилы называют «святой ключ». В этом году источник был благоустроен в рамках государственной программы охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области. На эти цели муниципалитет получил 100 тысяч рублей с учётом софинансирования работ из местного бюджета. Деньги потратили на засыпку фильтра, установку бетонного кольца и сруба, а также пара лавочек. Мы благоустроили с 2016 года пять родников. В этом году было благоустроено два родника, старому рождественному и татарскому райкину. Был потрачен 131 тысяча рублей на два родника. В следующем году у родника сельчане планируют убрать поросль, сделать добротное ограждение и проложить удобную дорогу до исторического места силы, как его называют сами жители. По преданию, сюда в День духов, второй день православного праздника Троица, спускалось всё село. Старым лад молились о хорошем урожае и здоровье своих близких. Сейчас общественность хочет возродить забытые традиции и в ближайшем будущем построить часовню для молитвы и крёстного хода. Не меньшую историческую значимость представляет источник в селе Татарское Урайкино, облагороженный также в этом году в Старомайском районе. На сходе граждан люди решили дать ключу ласковое название «Родник дедушки Урая», потому что возраст источника приличный – более 370 лет. На берегу реки, где расположилось село, было очень много родников. Их и сегодня действующих родников где-то 5-6. Потом решили с помощью правительства Ульяновской области и администрации Старомайского района, решили облагородить вот этот родник. Этот родник примерно по возрасту такой же, как возраст села. Считают, что возраст села – 370 лет. Источник делали всем миром, поэтому быстро завершили работу. Сегодня жители любят свой родник не только за прекрасный вкус воды, но еще за то, что здесь всегда можно встретить знакомых и пообщаться, узнать последние сельские новости. Местом для встреч и общения также служит родник в селе Уразгильдина Чердоклинского района. Источник считается святым, а воду отсюда используют для питья еще с 18 века. Здесь построили площадку, вбили сваи, завезли грунт, расчистили от тыла, бьющий из-под земли источник, вывели его наружу, установили настил из профлиста. Раньше не было колонок, башен не было, и многие люди сюда спускались за водой, за питьевой водой. И это место называют святым местом, потому что там выходит вода, это родник, это жизнь. И мы очень обрадовались, что обновили, потому что он старый, тот еще стоял, тот струб сосновый с 18 века. Местные, благодаря спонсорской помощи, планируют сделать удобную дорогу к святому источнику, потому как сегодня туда можно добраться только на полноприводной машине или долго добираться по ухабистому полю пешком. Это первый этап такой, что было запланировано. Мы на следующий год думаем еще больше облагородить. По словам профильного министра, в этом году муниципалитеты на благоустройство родников получили 2 миллиона 400 тысяч рублей, то есть по 100 тысяч рублей на каждое муниципальное образование. За счет этих средств удалось привести в порядок 27 источников. На следующий год запланирована цифра чуть больше – порядка 30 источников. У нас уже есть планы на 2020 год и на 2021 год. Мы сформировали вместе с главами администрации муниципальных образований планы по каждому муниципалитету. Определены родники, которые будут благоустроены за счет средств субсидий регионального бюджета по линии госпрограммы по охране окружающей среды. Определены родники, которые будут благоустроены в рамках поддержки со стороны крупных предприятий. Кроме того, в рамках социально-экологической помощи лесок с заготовительными организациями и арендаторами лесных участков продолжится благоустройство родников, расположенных в лесах вблизи сел. Напомним, родник как памятник природы имеет не только эстетическое, экологическое, но и хозяйственное значение. При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управда ТВ. К новостям культуры. В Димитровграде и в Ульяновском ДК Руслан симфонический оркестр губернаторский играл времена года. Украшением программы стала скрипачка из Японии Хирока Нинагава. Выпускница Токийского университета продолжила музыкальное образование в России и влюбилась в нашу страну бесповоротно и навсегда. С музыкантами пообщался наш корреспондент. Почти как героини сказки «12 месяцев» ульяновцы и димитровградцы за месяц до Нового года встретились с зимой, весной, летом и осенью. Во всяком случае смогли их услышать. Времена года от Антонио Вивальди и Астра Пиццолы в обработке Леонида Десятникова прозвучали в минувшие выходные в Ульяновске и Димитровграде в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра губернаторский под управлением Ильи Дербилова. За дирижерский пульт в этот раз встал Денис Шашкаров. Соло на скрипке прозвучало в исполнении Хироко Нинагава. Там очень мне нравится музыка и скрипка тоже, поэтому я хочу... Русские люди, все нравятся, времена года. Семья Нинагава вообще достаточно музыкальна. Родители. Моя мама, папа. Мама фортепианист. И папа вообще. И моя сестра тоже скрипачка. Известная японская скрипачка после окончания Токийского государственного университета искусств продолжила обучение в Московской консерватории. Прошла ассистентуру-стажировку у профессора Эдуарда Грача. И так влюбилась в Россию, что теперь в нашей стране бывает не реже, чем у себя на родине. Я встретилась с Эдуардом Давидовичем. И он понравился мне. И давай приходи. Мне нравится русская школа, как преподаватель должна быть злой, всегда злой. И громче сказать, нет, такое мне нравится. Строгий, да? Строгий, да. А пять лет назад Хироко стала лауреатом международного конкурса скрипачей в подмосковной Дубне, который устраивает ее наставник Эдуард Грач. Любимое время самой Хироко это... Лето. Лето очень нравится мне. Известно, что каждый иероглиф в японском письме – это отдельное понятие. С какой буквой ее родного алфавита ассоциирует Нинагава игру на скрипке и что он означает? Спасибо. Ярослав Щедров, Дмитрий Давыдов и Сергей Ямин. Специально для новости Улправда ТВ. В эфире телеканал Улправда ТВ. И на нашем сайте ulpravda.ru в этом году была запущена познавательная передача на Семи Холмах. И на этой неделе наш проект получил неожиданное продолжение. Подробности у Ирины Антоновой. Накануне Нового года совместно с администрацией города Ульяновска мы запустили новый проект. Теперь, подойдя к информационной таблице, которая находится на историческом объекте, наведя смартфон на QR-код, вы выйдете на сайт ulpravda.ru и узнаете больше об этом здании. Проект является продолжением телевизионного проекта Улправда ТВ на Семи Ветрах. Напомним, в рамках этих пеших прогулок по городу Ульяновску мы рассказываем об архитектурных шедеврах, памятниках, интересных зданиях, построенных в советское время, людях, которые там жили и творили. Мы знакомим с богатой историей города. Теперь на исторических объектах, о которых речь шла в передаче, появились информационные таблицы с QR-кодами. Также на бульваре напротив театра «Кокол» появились пилоны от издательского дома «Ульяновская правда», тоже знакомящие с историей города. Конечно, у нас бы не получилось реализовать проект без поддержки и помощи администрации города Ульяновска. Установка табличек на улице Гончарова – это только первый этап. В 2020 году мы будем продолжать реализацию данного проекта и планируем установить таблички на зданиях, значимых с точки зрения истории, культуры и туризма. Это положительно отразится на туристическом потенциале и позволит жителям и гостям города знакомиться с историей Симбирска-Ульяновска в режиме онлайн. Издательский дом «Ульяновская правда» выражает огромную благодарность администрации города, лично главе города Сергею Сергеевичу Панчину и управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновском драматическом театре Мегончарова прошла премьера спектакля «Поздняя любовь» по пьесе Островского в постановке Олега Александрова. Классическое произведение зазвучало по-новому. Александр Островский ставил пьесу «Поздняя любовь» выше прочих своих произведений. В ней искусно переплетаются мелодрама, детективная интрига и любовная история. Ради беспутного хозяйского сына уже не юная дочь адвоката готова пойти на преступление и выкрасть финансовые бумаги у отца. На разных чашах весов оказывается выстраданное чувство и многоликое предательство. Вся сюжетная линия в спектакле, поставленном на сцене Ульяновского драматического театра, сохранена ее режиссером Олегом Александровым. Есть такая идея у нас, нестандартный взгляд. То есть мы оставляем, безусловно, великое творение Александра Николаевича Островского, но постараемся взглянуть на происходящее со стороны, с точки зрения Леонардо да Винчи. Роли в спектакле исполняют заслуженные артисты России Михаил Петров, Елена Шубенкина, заслуженные артисты Украины Андрей Бориславский и молодые звезды театра Юлия Ильина, Александр Курзин, Николай Авдеев, Анна Дулебова. Во-первых, это счастье играть Островского. Счастье играть с такими прекрасными партнерами, про которых сказала Наталья Александровна. Героиня моя замечательная, потому что имеет такое развитие. Это всегда прекрасно, когда в пьесе есть одна героиня, а приходит она совершенно, ну, на 180 градусов поворачивается. Ее жизнь, сама она, ее, наверное, характер. Вот это очень радостно. 7 декабря премьерный спектакль Ульяновского драматического театра примет участие в пятом международном театральном фестивале «История государства российского. Отечество и судьбы». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В спортивной школе Олимпийского резерва проходит межрегиональный турнир по художественной гимнастике на Кубок губернатора. В этот раз в Ульяновске собрались участницы со всех регионов Приволжского федерального округа. Изящные, трудолюбивые, яркие. 240 спортсменок собрались на межрегиональном турнире по художественной гимнастике. Впервые в истории Ульяновской области на соревнования приехали участницы из городов Приволжского федерального округа. Перед выступлениями юных дарований поздравил губернатор Сергей Морозов. Мне очень приятно присутствовать на этом прекрасном празднике спорта, на этом замечательном празднике молодости и красоты. И я с огромным удовольствием приветствую вас всех, дорогие девчонки, девушки. В перерыве между эффектными выступлениями состоялась церемония награждения. Честовали лучших тренеров Ульяновской области. Екатерина Осипова из Димитровграда получила диплом за то, что ранее подготовила победительницу. С Екатериной приехала огромная делегация – более 30 гимнасток в разных возрастных категориях. Тренер уверена, ее подопечные достойны победы. Конечно, мы уверены в них на 100%. Мы стараемся помочь им, даже сидя за судейским столом. Я думаю, что готовы все спортсмены одинаково. Но мы всегда надеемся на лучшее и готовы помочь своим девочкам. Соревнование проводится с 4 по 7 декабря в спортивной школе Олимпийского резерва. Победительницам обещан кубок губернатора Сергея Морозова. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием. В этом году выступление главы региона состоялось на площадке бизнес-форума «Деловой климат в России-2019», который область принимает уже в 19-й раз. В целом посыл губернатора остался прежним – приумножить инвестиционные вливания в региональную экономику, сделав упор на инновационные проекты. Наш телеканал провел прямую трансляцию. Посмотреть инвестиционные послания можно на нашем сайте управда.ру. И это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...